Новые обыски в лесных хозяйствах на Буковине. Сотрудники полиции и прокуратуры уже вторую неделю подряд приходят с проверкой на частные пилорамы. Что ищут и находят ли, выясняли мои коллеги. Это частная пилорама в Черновицкой области. На территории более 200 кубометров качественной, еще не обработанной древесины. В основном вук и дуб. Законно ли работает предприятие, пришли проверить правоохранители. На одних из пилорам выявлены деревянные, которые в целом нет дырки про маркование, а еще есть какие-то следы, которые свидетельствуют о том, что недавно эти дырки здесь где-то взорвали. Правоохранители осматривают дерево, замеряют длину и диаметр бревен. Проверяют дырки электронного учета. У каждого срубленного ствола есть свой штрих-код. Его присваивает Госагентство лесных ресурсов. Но дерево совсем не то, что проходит по базе. Полицейские говорят, лес подменили. Киевское лесничество. Продукция пиловник, порода ялина, сорт третий, диаметр девятнадцать, довжина шесть. Но мы видим, что, даже если мы замеряем вот так, то будем иметь диаметр. В этом конце 69, почти 70 сантиметров. Пока правоохранители составляют протоколы, работники пилорамы убегают через дверные проемы в цехах. Особи, которые находились на территории, разбегались с каждой территории через вот такие дверные проемы. Но, враховывая, что была обеспечена охрана громадского порядка по периметру данной территории, все они были установлены, были допытаны. Откуда же участных предпринимателей бирки государственных лесхозов? Общественные активисты объясняют. Электронные чипы им продают сами же лесники. И стоит это не одну сотню долларов. Они же не крадут пилорамчики, они купляют краденые, а крадут уже наши лесники. Большое способов есть вкрасть. Первое, вот стоит дерево. Его просто заменьшают на 3-4 сантиметра по диаметру и по высоте. Другой способ, это выделяется 2 гектара. Они еще сбоку пів гектара или гектар вырезают и говорят, что это одна делянка. Так ли это, установит следствие. Полицейские по результатам проверки дерево неизвестного происхождения изъяли. Открыли уголовное производство. Это уже второй рейд по деревообрабатывающим предприятиям области. На прошлой неделе на другой пилораме нашли 600 кубов неучтенного дерева. Полиции уверяют, это только начало. Самые громкие проверки и обыски впереди. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк и Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.